Я 30 лет проработал журналистом и всегда старался писать честно о том, что происходит в нашей стране, в Молдове. И тем более обидно было наблюдать в последние 10 лет, как деградируют средства массовой информации в период захваченного государства. Политики любили поговорить о том, как они поддерживают прессу, как они поддерживают свободу прессы. На самом деле большинство из них хотело просто эту прессу контролировать и использовать в своих целях. Это было особенно видно в то время, когда они монополизировали телевизионные каналы, монополизировали рынок рекламы. Они создали десятки и сотни сайтов помоек, которые поливали грязью их оппонентов, манипулировали общественным мнением и защищали их корыстные интересы. Блок, избирательный блок Рената Усатый в парламенте будет поддерживать любые инициативы, в том числе, которые поступят от коллег-журналистов, в поддержку независимых средств массовой информации. Такая пресса очень нужна сегодня нашему обществу. Мы ни в коем случае не покушаемся на свободу слова, она гарантирована Конституцией, не хотим вести цензуру, она тоже запрещена, но нужно однажды навести порядок в электронных средствах массовой информации. Сейчас в этой сфере царит полный хаос. Мы предлагаем использовать опыт европейских государств, там есть очень хорошее законодательство на эту тему, и применить его для регулирования этой сферы. К сожалению, в ходе начавшейся избирательной кампании опять пресса, социальные сети используются для обмана, для манипуляций, для раскола нашего общества. Мы таких способов ведения избирательной кампании не приемлем. Мы однозначно за корректные, за честные, за открытые выборы. Блок Рената Усатова выступает за то, чтобы над нами уже не висело больше это проклятие геополитики. Мы за примирение в молдавском обществе, против того, чтобы наших граждан снова разводили по разные стороны баррикады. Парламентские выборы – это продолжение президентских выборов. Используя ковидную терминологию, можно сказать, что это как двухфазная прививка от коррупционеров, воров. На президентских выборах была сделана первая доза этой прививки. 11 июля на парламентских мы должны сделать вторую дозу этой прививки, чтобы получить окончательно иммунитет от коррупционеров, воров и кулечников. Наша команда реально самая лучшая. Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Мы победим и в парламенте мы сделаем все возможное, не только для того, чтобы у нас была независимая пресса, решались другие проблемы, но чтобы и наша страна, Молдова, была по-настоящему процветающей и счастливой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ